Страны-участницы Люблинского треугольника, Литва и Польша намерены прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с польским и литовским коллегами. Союз Киев-Вильнюс-Варшава был основан в 2020 году. Его основная задача – координация совместных действий по политическому, экономическому и культурному сотрудничеству в регионе. А после полномасштабного вторжения России в Украину на первое место стал вопрос безопасности. Благодарю Литву за решение передать Украине зенитные системы, которые усилят защиту нашей энергетической системы. Я рад, что мы принимаем такие решения именно в таком формате Люблинского треугольника. Это очевидно, реальными делами доказывает, насколько важным является сотрудничество между нашими государствами. Мы встречаемся для того, чтобы поддержать, посоветовать, найти возможности дальнейшей помощи Украине, также и на международной арене, в частности, Европейский Союз и НАТО. В Литве мы имеем различные экономические и политические споры, но не имеем никаких разногласий по поддержке Украины. За несколько недель до начала полномасштабного российского вторжения Украина заключила также военно-экономический союз с Польшей и Великобританией. В союзе с Лондоном Киев получил не только политическую поддержку, расширилось и военное сотрудничество. К моменту подписания договора Королевство поставило в Украину партию летального оружия. Для этого британские ВВС выполнили 8 рейсов. Также в рамках блока НАТО Великобритания отправила свой контингент в соседний с Украиной страны Балтии, что является сдерживающим фактором. Мы предоставляем храбрым украинцам помощь в боевой подготовке, оборудовании и боеприпасы, которые крайне необходимы для отражения варварского вторжения России. Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это потребуется. Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, в интервью Sky News. При этом Польша не только сама отправляла оборонное вооружение Украине, но и предоставила транзит для поставок из других стран. Мы знаем, что когда Украина будет в НАТО, то мы будем в большей безопасности. Польша это настоящая братская страна для Украины. Мы передали Украине БМП Росомак, которые стоят здесь за нами. Наборы гаубиц и минометов РАК. В будущем они станут важной частью в украинской армии. Создание малых союзов в Европе также поддерживают и Соединенные Штаты. Если члены НАТО разделяются на форматы партнерских отношений или на определенные группы, чтобы помочь нарастить потенциал и коллективными усилиями укрепить альянс, мы хотели бы это поддержать. Джулиано Смит, постоянный представитель США при НАТО во время брифинга. Еще один важный для Украины союз – так называемая квадрига с Турцией. Он касается партнерства в авиакосмической и оборонно-промышленной сферах и включает около 30 проектов. Среди них строительство корвета на верфи в Стамбуле для нужд военно-морских сил Украины, передача турецких ударных беспилотников в Байрактар. Эксперты подчеркивают, поскольку западные страны не имеют юридических обязательств по защите Украины, страна самостоятельно инициирует подобные союзы. Они это делают с какой-то определенной целью. Вот, например, Вышеградская четверка. Это было соглашение между Польшей, Венгрией, Чехией и Словакией по координации совместных усилий для вступления этих стран в Европейский союз и НАТО. Цель выполнена. Соответственно, Вышеградская четверка остается лишь формальной организацией. По словам экспертов, пока идет война, эффективность малых союзов для Украины со странами-членами Североатлантического альянса гораздо выше, чем самим блоком в целом. Кристина Домбровская для телеканала Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова